Снова здравствуйте! С вами Еда на любой вкус! Кусочек воздушного сочного пирога, да с чашечкой чая, это то, что нужно! Особенно в осенние вечера! Тесто мягкое, пористое, а после остывания даже еще вкуснее! Начинка из сочной капусты. Давайте приготовим! Чайную ложку сахара заливаем теплой водой. Размешиваем до растворения. Воды понадобится 100 мл. Всыпаем 5 г сухих дрожжей. Снова перемешиваем. Оставляем на 5 минут. Должна появиться пенка. Если этого не произошло, то смените дрожжи. Отдельно смешаем 200 г теплого кефира. Его можно подогреть пол чайной ложки соли и 50 мл растительного масла без запаха. Добавляем к жидким ингредиентам дрожжи. Размешиваем. Постепенно вводим просеянную муку, замешивая тесто. Количество муки зависит от самой муки и от кефира, от его густоты. Мне понадобилось ровно 450 г, чтобы тесто стало вот таким, слегка прилипающим к рукам. Миску смазываем растительным маслом. Кладем тесто, накрываем и ставим его в теплое место на 60 минут. За это время успеем приготовить начинку. Капусту по возможности тонко шинкуем. Понадобится 400 г. Лук нарезаем кубиками. А морковь натираем на крупной терке. Также в начинку добавлю отварные грибы. В принципе, можно добавить куриное филе. В небольшом количестве растительного масла обжариваем луковицу и морковь. Сначала не смешиваем. Добавляем грибы или курицу. Жарим 5-7 минут. Не забываем в это время посолить и поперчить по вкусу. Теперь отправляем сюда капусту. Перемешиваем. Накрываем на пару минут крышкой. Таким образом, капуста быстрее станет мягче. И обжариваем. Сняв крышку, еще минут 5-10. Капуста должна потерять объем, но оставаться хрустящей. Нагрев у меня выше среднего. В самом конце добавляем зелень по желанию. Хотите, можете добавить еще чеснок. Перемешаем и даем начинке остыть до теплого состояния. Тесто выросло. Достаем его, присыпая мукой. Не обминая, руками распластаем прямоугольник. Затем с помощью скалки сделаем края тоньше. Условно разделяя прямоугольник на три части. На толстую середину раскладываем теплую начинку. Накрываем, скрепляя край одной частью теста. Сверху тесто протыкаем, чтобы убрать воздух, который образовался внутри. Ну а второй край разрезаем на полоски, которые заплетаем в косички. Накладываем их наверх пирога. Переносим аккуратно пирог на противень с пергаментом. Накрываем на минут 15-20 перед выпечкой. Желток смешиваем со столовой ложкой воды. Смазываем пирог и отправляем в духовку. Температура выпечки 190 градусов. Время 30-35 минут. Оно зависит от вашей духовки. Как только сверху пирог станет румяным, можно доставать. Накройте его полотенцем после выпечки и дайте немного постоять. Получается очень пышный, мягкий и сочный пирог. Готовьте с удовольствием! Не забудьте поставить нравится и поделиться видео в соцсетях. Жду ваших комментариев. На этом сегодня все. Пока!